Друзья, рад вас приветствовать на своем канале. В сегодняшней серии, как вы поняли по предыдущей, у нас будет речь идти про Hyundai Solaris. И речь будет идти про бешеную, просто чумовую мультимедиа. Экран будет вот такой вот здоровенный. С камерой заднего хода будет и навигация, будут и всякие приложения YouTube. Она на платформе Android. Я уже давно хотел такую систему купить. Сижу, никого не трогаю, дома пью кофе, йог, чаек. И мне пишут с компании Juntsun с Китая. Китайские друзья говорят, Денчик, давай мы тебе сделаем хорошую скидку. И ты у нас приобретешь вот такую продукцию. Продукцию они продают на AliExpress. Качество очень хорошее. И скидку они не только мне хорошие, пацаны, делают, а делают и всем моим подписчикам. Почему я с ними сказал, давайте, конечно же, я вас куплю. Потому что хорошая скидка сейчас не только мне, но и моим подписчикам. Давайте сейчас произведем распаковку. Посмотрим, что в этих двух коробках. Ну и будем уже выдвигаться в сторону электриков. Потому что, ну, Денчик криворукий. И какая мне установка магнитолы такой бешеной. Это надо провода все тянуть, чтобы камера была заднего вида где-то здесь установлена. Ну, короче, чтобы было все четенько. Давайте сейчас проведем экспресс распаковочку. Посмотрим, что у нас было. Конечно, упаковано все круто. Всякие там, знаете, защитные слоя я все снял. Оставил только коробку. Поэтому приступаем, смотрим и любуемся на нашу чудо-магнитолу. Гарантия от компании Junsun. Гарантийный талон. И вот она, ребят, сама магнитола. Она просто пушечная. Больше размеров не бывает. Вот это самая большая, какую можно было поставить. И ставится все штатно. Это специальная магнитола для Hyundai Solaris. У них также есть на разные модели автомобилей уже специальная. Чуть позже я покажу, чем отличается. Почему ее на другую машину нельзя поставить. И почему она только для Solaris. Смотрите, какой чумовой экран. Это экран на 9. Даже у Денчика меньше. Вот так это все дело выглядит. Что у нас еще в комплекте? Здесь есть проводка, тюльпаны. Наверное, это нам тоже понадобится. И антенна. Антенна, как я понял, это идет на GPS-сигнал. Вы сами понимаете, тут уже будет работать и навигация, и распознавать, где находится машина. Но я думаю, должно быть все по чумовому. Должно быть все по пушечному. Качество, насколько я читал. Много отзывов перечитал. Самая топовая вот эта магнитола. Будем ставить. Данный видеоролик выполнен в поддержке компании 1XB, где самые большие коэффициенты и быстрые выплаты. Если ты перейдешь по ссылке в закрепленных комментариях, то получишь 6500 рублей на первый депозит. Переходи, регистрируйся и получай крутые бонусы. Ну, я думаю, вас наверняка интересует Адентик. А что у нас находится во второй коробке? Во второй коробке у нас находится вот такой вот целлофан. Смотрите, камера заднего вида. Вот такая вот, смотрите, крутая камера. Она уже тоже встает штатно. Подсоляревские места. Ну, куда-то вот сюда вот она должна, скорее всего, встать. Должно быть все аккуратненько и красиво. Полностью комплект проводов в комплекте лежит. Это же, конечно же, хорошо. Ну и куча проводов. Скорее всего, это уже на сам магнитофон. Вот такое устройство, чтобы аккуратненько все это разбирать, ставить. Еще одна антенка. Не знаю, для чего это разберемся. Ну, короче, пацаны, смотрите, тут все серьезно. Даже отверточку положили. Нифига себе. Вот это уровень, Джун Сун. Вы меня радуете. Почаще мне пишите. Смотрите даже, что положили. Ну, короче, куча проводки. Смотрите, ребят, вчера я начал покрасочные работы. Купил краску черную, глянцевую. А все для чего? Сейчас я вам это буду показывать. Прожектора наши загораются. Можно теперь снимать смело. Смотрите, ребят, стандартная магнитола. Она работает хорошо, в принципе, по качеству полностью меня устраивает. Ну, четенько все красиво тут смотрится. И видите, вот эта магнитола, она сделана именно под Солярис. И моя новая магнитола тоже под Солярис. И вот эта вот рамка серебристая. Мне кажется, она здесь ни к чему. И она в новом комплекте идет уже под ту магнитолу, такая же рамка. Сейчас я покажу, где она находится, ребят. С новой магнитолой будут работать все фишки. Уже будет руль тоже работать, функционировать. Все будет переключаться. Будет флешка также читаться. Видите, Ленка постоянно с флешки музыку слушает. Вот удобно сюда вставил, и все, она не здесь торчит. Все это должно работать в штатном режиме. Эту всю рамку убираем, магнитолу убираем. И у нас уже новенькое все встанет в штатные места в эти же рамки. Пойдемте поищем, где же рамка новая лежит. Перебираемся уже домой, пока жена спит, ничего не видит. Духовочка работает. Вчера еще покрасил вот эту рамку. Ну и Денчик, как всегда, криворукий, криворукий, кривожопый. Ну, короче, ни черта не умею делать. Залил ее так, пацаны, что, знаете, на 3-4 раза. И залил ее, видите, в черный глянец. У нас руль уже черный глянцевый, и решил, что рамка должна быть черная глянцевая. В комплекте она просто была обычная серебристая. Ну и что вы думаете, прошли сутки, а она липкая, как жвачка. Краска не высохла, а к электрикам я уже записался. И надо быстрее решать этот вопрос. Духовка стоит на 150 градусов. Вентилятор включен, и все тепло на эту рамку. Сейчас она уже немножко подсохла. Выключаем. Так, 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 духовка, пацаны, как выключается? Ёлки-палки, пауза, наверное, так? Или не так? Бляха-муха. Машиной проще управлять, чем духовкой. О, все, вот так вот, наверное, выключил. Ребят, видите, импровизированный стакан. Все было четенько, все по технологии. Берем теперь вот эту чудо-технику. Вот так она выглядит, уже покрашенная. В принципе, неплохо. Черная лучше, чем серебристая. И видите, вот эта вот рамка, она сделана под магнитолу. Сюда магнитолу вот так вставится, и должно быть все красиво, все четенько. Недавно только пробег перевалил через 20 тысяч километров. Маленький такой юбилейчик. Расход сейчас 9,3 показывает в городском цикле. Ну и машина радует, в принципе, все круто. Ну и, конечно же, как всегда, бокс 167. Только сюда по части электроники, электрики. Очень хороший сервис, пацаны. Всем советую, всем рекомендую. Делают качественно, быстро. И при этом все рассказывают, показывают. Не говорят, Денчик, пошел вон, приходи через час. Сейчас стоит определиться, куда камера заднего вида будет крепиться. Я думал, она подсолярия чисто. Нет, она универсальная. И, скорее всего, просто посередине номера. Вот тут как раз платформа есть. Вот сюда закрепим. Вот так вот она как-то будет находиться здесь. Ну, вроде бы ничего в глаза ошибка не бросается. Конкуренция растет в боксе 167. Еще один корч-мобиль стоит, который скоро будет на YouTube-канале, скорее всего. Такая четырка. Полностью в шумоизоляции. Я с Грантой думал примерно проделать то же самое. Все разобрать, весь салон полностью разобрать и сделать шумку. Ну и, как мне сказали, полностью такая шумо-виброизоляция занимает примерно 5-6 дней. Чтобы полностью разобрать, вымыть и весь салон зашумить. Долгое время занимает. Ну, что, придется пожить в гараже, чтобы сделать Гранту комфортней и потише. Ну, все, ребят, демонтировали старый магнитофон. Сейчас попробуем накинуть уже новый, как играет, не играет. Ну, хотя бы питание, да, нужно подать на него? Подадим питание, проверим камеру, провод уже сюда выведен, камера установлена, проверим камеру, вообще работает, как показывает, отрегулируем, может, как раз. Ну, и потом уже сборка, да? Да, потом окончательно его уже поставим, все антенки, все закрыли. Ну, давай пробовать. Поехали. Все, у нас просто штатные разъемочки втыкаются. Вот это куча тюльпанов, они потом задействованы, да, будут тоже? Нет, если там захочешь сад, например, поставить. Мне это не надо, да? Да, линейные входы, выходы, короче, куча-куча всего. Так, ну, это все вот сейчас на время у нас подключено. Зажигание. О, не все в гости. А чем так быстро включилось? Да, это круто, кстати, что-то будет включается. А вот эти кнопки тоже, да, будут все работать, по идее, штатные? Вообще, по идее, должны. Ну, что-то интересно, но картинки-то нет. А где картинка? Ну, сейчас, короче, будем разбираться. Вроде бы хорошо, что хоть запускается. Сейчас с камерой разберемся, какие провода куда надо подсоединять. Но процесс уже в полном разгаре. Ну, все, разобрались с проводкой. Камера заднего вида заработала. Сейчас будем тестировать. Ага, видно, Герман. Ну, сейчас ты в желтой зоне. Как-то непонятно, знаешь. Ну, сейчас в красной вот уже, ага. Я думаю, на улице качество получше, да, будет? Сейчас просто еще освещение плохое. Такое хреновасненькое. Но у камеры есть своя подсветка. Так что в темноте... А вот эта часть бампера, да, уже засвечивать синий? Вот это как раз-таки подсветка камеры. А, что, темно, да? Да, да, да. Подожди, а как мне вот выйти из этого режима? Я только... А, и он выходит сразу. Давай протестируем музыку. Можем ли у нас ничего не подсоединено еще для музыки? Нет, почему сейчас все можно подключить? Я имею в виду, что работают, не работают. Выбираем композицию. Кнопочки тоже работают. Ну-ка, а вот так этот трек, да, другой получается? Ну все, все, четенько. Это уже флешка заиграла? Да, флешка сейчас. Нормально. Ну что, нормальная тема? Вообще отлично, мне нравится. Нравится, да? Ну ладно, с рамочкой это все дело красиво будет смотреться. Так что, ребят, по щелчку пальц будет сейчас все готово. Давай, Герман, ты знаешь заклинание? Так, скажи, трах, тебе-дох, тебе-дох. Ну все, ребят, как мы видим, Герман у нас тоже волшебник. Ну что, все штатно работает, никаких не было эксцессов, все хорошо поставилось? Да, ну чуть-чуть пришлось там допилить, но это как обычно с китайскими такими вещами. Ну немножко пошарились, функционал все равно прикольный, да? Есть как бы вообще все функции, во-первых, эти работают, флешка, руль. Да, работает штатный USB, штатный вот этот ауксус работает, кнопочки на руле, там, пожалуйста, все громко. Ну и так, есть там YouTube, там видео, можешь видео накачать всяких, тут уже китаянки всякие поют. Вон, китаянки нам уже тут контент делают. Так что, ну все круто, пацаны, сейчас будем разбираться, будем Лене показывать. Герману отдельное спасибо, что установил нам, в очередной раз выручил. Ну и вот такая вот красота у нас получилась. Рамка черная, ее немножко надо подкрасить, кое-где косички есть, но если не брать во внимание, это... Как ты думаешь, Герман, да тут чепуху надо же, да? Обязательно, здесь есть, написано. Ну вот жалко, были бы, мне кажется, по-любому есть наклейки, ну защитные. И возможно, нет, не заскреблю. Так я смотрю, она уже, по-моему, есть защитная, смотри. Не, на ней написано. Да вот она, смотри, Герман. А, что там уже есть? Там пленка наклеена уже. Да, вообще супер. Вот эту вот отдираем, и защитная пленка уже есть. Ну все, выезжаем, пацаны, тестируем нашу систему. Запускаем машину. Машина запущена. Экран горит. Жмем задний ход. Р. Камера включилась. Видно все четенько. Ну и едем потихонечку. Потихоньку, потихоньку. Помаленьку. Вроде бы проходим. Вроде бы все четко, пацаны. Ну вот так вот она днем работает. Качество, в принципе, неплохое, я скажу. Даже все видно, куда еду. Еду практически по камере. Немножко по зеркалам смотрю. Ну вот такая вот видимость. Идет подключение. Все подключено. Вообще круто. Просто круто, ребят. Ищем, ищем, что мы ищем. Конечно же, YouTube наш любимый. Чтобы мультики смотреть, пока едешь. Все, пацаны, все работает. Надо зайти в профиль, чтобы посмотреть. Сенсор очень такой хороший, приятный. Знаете, реагирует очень хорошо. Прям сразу же. Поиск. Очень вообще круто, пацаны. Я просто кайфую. Знаете, как будто как моя машина. Сделаю жене, а кайфую я больше, наверное. Просто круто все работает. Сенсор офигенный. Внешний вид, смотрите, какой классный стал. Не то, что раньше был. Заходим ко мне на канал. И смотрим на весь экран. Все, едешь и смотришь. Вот это кайф вообще. На VTEL есть любые приложения. Сюда можешь уже установить. Кнопочками звук управляешь. Вот он, Денчик играет. Все это через интернет работает. Навигация есть. YouTube есть. Любые приложения сюда тоже можешь установить. Дубльгиз можешь установить, чтобы смотреть телефон. И куда чертся. Но если вы хотите приобрести такой же магнитофон себе, такую же систему, только уже под свою машину. Ссылку я оставлю в описании. Переходите. Сейчас хорошие скидки, очень хорошие скидки. И цены бюджетные. Вот такие вот системы начинаются, по-моему, от 12 тысяч, где-то так, до топовой линейки. Там за 20 тысяч уже. Сейчас я еду в сторону уже Лены, чтобы ее забрать. И посмотрим, в движении выключаться Денчик не будет. Но то бывают некоторые, знаете, чтобы не отвлекались. Взял тряпку. Они мне постоянно кошмарят. Там вытри, здесь вытри. Тряпочка имеется. Все нормально. Едешь, короче, за Солярисом и смотришь выпуски. Все показывает. Ну вот, ребята, главная виновница торжества, Лена. Обещал тебе вот такой вот телевизор поставить. Обещал. Ну иди заходи теперь и смотри, что у нас там стоит. Ну как видончик тебе, Лен? Прикольно. Вот таксистов такая есть, как думаешь? Нет. Мне кажется, нет. Вообще просто лютейшая, Лена, лютейшая. Тут еще надо потом пыль вытрем и мелкие косички, видишь, потом подмажем. Нашина запущена, он горит, да? Смотри, на Вител оригинальное. Но его надо как-то обновлять. Вообще, ну тут уже все обновлено. Ну, китайцы делают вещи, Лена. Ты понимаешь, это прогресс. Просто вот Новосибирск, поехали. Все. У тебя в динамиках это все будет отображаться. Куда ехать, что ехать. Вот он маршрут. Ну, то есть музыку уже не послушаешь. Послушаешь, в том-то и дело. Ты включила это, да? Вот смотри. Музыка, также все кнопки на руле у тебя работают. Вот кнопки громче, меньше, назад. Кнопка Home, домой, допустим. Сверху вниз, как на обычном планфоне. Вот он у тебя, видишь, открытый навигатор. Включаешь музыку. Музыка, флешка у тебя также все работает, как и раньше работало. Музыку нажимаешь. Так звучать стало просто качественно. Мьют. Ну, сейчас авторские права будут, но музыка, короче, вся работает. Потом берешь музыку, сворачиваешь так же, вот кнопку домой, музыка у тебя играет. Потом берешь, открываешь навител. Вот она программа. Едешь, она сверху будет говорить. А музыка у тебя продолжает играть. Соединение со спутниками установлено. И едешь. Радио у тебя здесь. Волны все сохраним. Выйти, чтобы выключить вот стрелочка назад. Тут даже, смотри, у китайцев еще есть. Можешь клипов накачать. Смотри, вот это он по-любому без авторских прав, наверное. А кино можно снимать? Ну, конечно. На фрешку закачиваешь кино и смотришь. Прикольно. Я засинхронизировал уже свой телефон. Раздачу. Сделал раздачу данных. YouTube заходим. Здесь можно и в интернет зайти тоже. Можно. Это полноценный Android-система. Хоть что закачиваешь. Ну, вот смотри, обзор матча футбола смотришь. Значит, такой кайф. Сидишь, смотришь, футбольчик. Круто, да? Камера заднего вида. Просто... Эх, ну, жмешься, она автоматически все. Сама включается. Ну, короче... Здесь нет антирадара? Нет, антирадара здесь нет. Ну, нужная, пацаны, вещь. Вещь прикольная. И стоят этих денег. Хотел давно. Лена хотела. Так что... На этом серия наша подходит к завершению. Будем тестировать. Будем ездить. Будем смотреть, как это еще дело все работает. Ну, ништячок прикольный. Довольны? Да. Или, как всегда, унылая какашка? Ну, все, ребят. Спасибо за просмотр. С вами был Денчик. Ленчик. Крутая магнитола. Пока. Кто мы, Господь, скажи, молитвами миражи, а нам в ад или в рай скажи.